Зрители и гости спешат занять свои места. Всем интересно посмотреть, каким теперь стал киноконцертный зал. Замечательный подарок десногорцам к Новому году сделали городские власти благодаря участию в конкурсе Фонда кино. Проект поддержал концерн «Росэнергоатом» и лично глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Как и положено на открытии, в торжественной обстановке была перерезана красная ленточка. Эта честь выпала депутату Государственной Думы Ольге Окуневой, заместителю губернатора Смоленской области Оксане Лобода, депутату областной думы Михаилу Лосенко, главе города Андрею Шубину и протеерею Виталию Сладкову. В своей приветственной речи все они отметили важность такого события, как появление в городе современного кинозала. Благодаря усилиям администрации города, благодаря концерну «Росатом» у нас замечательный такой сегодня будет праздник. И в дальнейшем Десногорцы с удовольствием будут смотреть в замечательном зале, смотреть кино. Работы по реконструкции проводились в сжатые сроки, но все-таки городские власти выполнили свое обещание. Как им это удалось, мы спросили у главы муниципального образования. Это работа команды. Ведь мы очень тщательно подошли и к выбору подрядчика. Там тоже были нюансы, но об этом же никто не знает. И определенные даже инженерные решения, они уже принимались по ходу выполнения здесь работ. Качество работы ценили все приглашенные гости. Ольга Окунева часто бывает в Десногорске и может с уверенностью сказать, что зал полностью преобразился. Видела, что месяц назад здесь было в этом зале и достаточно с хорошим качеством. Мы посмотрели уже площадку, кинозал, выполнены работы. Я думаю, что это благодаря контролю, благодаря взаимодействию с тем, кто осуществлял строительство, реконструкцию. И ведь в целом в порядок приведены иные помещения, что очень хорошо. И я думаю, будет приятно горожанам. Глава города тоже обещал обязательно посетить кинотеатр вместе с внуками в ближайшее время. Выберу время или в будний день, или в выходной день. Обязательно схожу, посмотрю. Потому что у меня первое впечатление, когда мы еще настраивались к оборудованию, смотрели промо-ролики, даже в формате 3D, очень здорово. Поэтому рекомендую всем посетить наш обновленный киноконцертный зал. Самый первый фильм, который смогут десногорцы посмотреть в нашем обновленном киноконцертном зале, это фильм о роботе-трансформере Бамблби. Зрители уже замерли в ожидании и ждут кинопоказа. Он начнется прямо сейчас. Комфортабельные кресла и новейшая акустическая система. Экран обладает великолепной яркостью как для формата 2, так и 3D. Все это позволяет устраивать показы фильмов высокого качества. Зрители уже оценили все эти современные модернизации. Все очень понравилось. Фильм очень интересный. Здорово, что сделали так, что показали бесплатно. И для нашего города это что-то новое. Прикольно, потому что там звук как будто это по-настоящему. Я просто этого не ожидала, что у нас хотя бы будет один кинотеатр в городе. Хотя он у нас очень маленький, и я вообще не ожидала такого. Во-первых, что открыли, нужно было это сделать давно. А второе, фильм хороший для молодежи. Ну, уже не для нас. Надеемся, что будем смотреть более такие фильмы для взрослых. А качество? Качество хорошее, да. Отлично. Все хорошо. Киноконцертный зал супер, кресла удобные, фильм замечательный и для взрослых, и для детей. И самое главное, сегодня мы одержали победу. Общественность города, жители города, которые голосовали за комфортную среду, получили комфортный кинозал. Уважаемые десногорцы, с праздником, администрации спасибо, атомной отрасли всей спасибо, ну и, конечно же, лично Алексею Евгеньевичу Лихачеву. Пока шел первый показ фильма в новом кинозале, у билетной кассы был нескончаемый поток новых зрителей. Десногорцы спешили приобрести билеты и лично убедиться в качестве звука и видео. А это значит, что киноконцертный зал уже пользуется популярностью. Субтитры создавал DimaTorzok